История детского сада номер 19 уходит корнями в 1976 год. Уже тогда в нем было две логопедические группы. Как говорят работники сада, ежегодно, наблюдая рост количества детей с нарушениями речи, принималось решение увеличивать и количество таких групп. Так, спустя время, все группы в детском саду стали логопедическими. А в 2000 году ему был присвоен статус специального детского сада. На данный момент у нас 11 групп функционируют. И в этом учебном году у нас две вторые младшие, три средние и шесть старших групп посещают 149 воспитанников с разными речевыми нарушениями. Тут и моторная аллалия, и дезортрия разного уровня развития. Если говорить о том, какие специалисты работают в каждой группе, то в каждой есть учитель-дефектовок, два воспитателя. Ну и кроме этого у нас есть педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, который тоже в своей работе учитывает особенности наших детей. Принимают детей в детский сад уже с трех лет. Это вторая младшая группа. Один из самых популярных вопросов, каким образом можно определить ребенка в такое учреждение образования. Если у ребенка есть какой-то недостаток в речи, нужно обращаться в Центр коррекционно развивающего обучения реабилитации. В Московском районе это ВЕДА. Там специалисты ребенка обследуют. Ну и если нужно обучение и воспитание в специальном детском саду или в специальной группе для детей с тяжелым нарушением речи, тогда добро пожаловать к нам. В специальном детском саду номер 19 занимаются совсем разные дети, но объединяет их одно. Они все еще испытывают разных видов сложности в коммуникации с миром. У кого-то нарушено звукопроизношение, а у кого-то искажаются некоторые звуки. А есть малыши, которые совсем не говорят. Со всеми этими вопросами помогает справиться именно учитель-дефектолог. Очень важно, что процесс занятий выстроен через игру, и детям так проще и веселее обучаться. Чтобы помочь детям, мы проводим подгрупповые индивидуальные занятия. На этих занятиях мы развиваем речь, исправляем звукопроизношение, готовим детей к обучению в школе. На индивидуальных занятиях у детей развивается фонематический слух, развивается артикуляционная и мелкая моторика. Учитель-дефектолог ставит детям звуки, автоматизирует эти звуки в речи, вводит связанную речь. Все занятия проводятся в игровой форме. Мы используем различные инновационные методики, игровые технологии. Особенно много у нас упражнений различных с мячами, с маленькими, большими, средними. Дети называют слова, перекладывают мячи, катают по дорожкам, используют различные ходилки для пальчиков и кинезиологические упражнения для того, чтобы речь развивалась быстрее, и чтобы дети запоминали правильно слова с теми звуками, которые, в общем-то, ставятся, и звуки должны быстрее автоматизироваться в связной речи. Саван, автобус, сапоги, силий, нос. Молодец. Работа в тесной связке всех участников коллектива является одной из причин успеха сада номер 19, ведь процесс развития детей должен быть непрерывным. В игре в здании или на улице, на спортивных или музыкальных занятиях всегда уделяется внимание особенностям этих ребят. Специфика именно нашей работы заключается в том, что на каждом занятии мы активизируем, пополняем словарный запас ребёнка и закрепляем речевые навыки, которые ребёнок получил уже на занятии у учителя-дефектолога. Помимо этого, мы развиваем психические функции, это такие как внимание, память, мышление, воображение, у наших детей так они несовершенны. Развиваем общую и мелкую моторику, тоже, как правило, у речевых детей она слабая. Ну и, конечно же, активно, максимально стараемся подготовить наших детей тоже к школе, как к следующей ступени образования, чтобы ребёнок, придя в первый класс, не чувствовался какой-то дискомфорт, неуверенность, а учился и наравне с остальными ребятами. Самое главное – результат. Дети, пришедшие когда-то в сад со словарным запасом в пару слов, уже к школе говорят развернутыми, полными предложениями. Малыши могут рассказать о себе и поддержать любой диалог. Это ли не успех? В прошлом году детскому саду был присвоен статус «Зелёная школа». Это республиканский образовательный проект, задачей которого является формирование у детей экологически грамотного поведения. Ведь привлечение внимания к сохранению окружающей среды в наше время вопрос очень актуальный. Работа учреждения по реализации образовательного проекта «Зелёные школы» активно поддерживает организация «Белая Русь». Сегодня у нас проходит акция «Природа – наш друг», в рамках которой много мероприятий в течение дня проводится. В группах организованы выставки поделок и сбросового материала, выставки рисунков, коллажей, которые помогли изготовить родители в том числе, выставки рисунков, которые дети представляли на конкурсы республиканские, «Созидая, не разрушай и восстановим землю». Ну и сейчас вот на улице готовится начаться музыкально-экологическое развлечение «Природа – наш дом», которое специально разработано с учётом особенностей детей, имеющих тяжелое нарушение речи. Дети будут путешествовать по нашей экологической тропе, которая у нас создана в учреждении, и выполнять игры-упражнения, которые как раз имеют свою специфику. Это логритмические попевки, игры, сочетающие в речи движение, игры на внимание. То есть всё это через, ну естественно, с музыкальным сопровождением дети это очень любят. Экологическое воспитание детей – это очень важное направление в нашем государстве, и закладывая его основы с самого детства, конечно, потом получим мы тот результат, к которому стремимся. Мы привносим небольшой сертификат, я думаю, он поможет детскому саду именно закупить то оборудование, с теми особенностями, которые именно им нужно. И это позволит детям развиваться дальше и, в общем-то, стать полноценными гражданами нашего общества.